Коммунальные предприятия готовятся к летним ремонтным работам на обновление инфраструктуры. Округ выделил 69 миллионов рублей трем организациям. Ненецкой коммунальной компании, предприятию объединенных котельных, тепловых сетей и Север-Жилкомсервису. Об этом на пресс-конференции рассказал заместитель руководителя Департамента строительства ЖКХ энергетики и транспорта Алексей Николаев. В первую очередь журналистов интересовал вопрос о региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Постановлением администрации Ненецкого автономного округа создан список домов, которые подлежат ремонту. В 2016 году в соответствии с краткосрочным планом будет проведен капитальный ремонт восьми домов. В Наринмаре будут отремонтированы дома по следующим адресам. Улица Ленина, 28 и 52Б, улица Пионерская, 23, Октябрьская, 15, переулок Макарабаева, дом 1 и Первомайская, 3. В посёлке Искателей отремонтируют многоквартирный дом по улице Губкина, 22А. В селе Нижняя Пёша дом по улице Советская, 31. Стоимость проведения капитального ремонта многоквартирных домов в 2016 году составит более 84 миллионов 800 тысяч рублей. Из них средства бюджета Ненецкого округа – 15 миллионов 692,5 тысячи рублей. Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства направил на эти цели 6 миллионов 706 тысяч рублей. Средства собственников помещений в многоквартирных домах составляют более 62 миллионов 430 тысяч рублей. У нас фонд сейчас провёл расторговку с подрядчиками по этих обследований данных домов. По сути, договора подписаны. Соответственно, работы начнутся буквально, наверное, в июне-июле. Фонд нас заверяет, что все дома он прокапиталит. Ответил Алексей Николаев и на вопрос о положении округаза. Компания по-прежнему находится в предбанкротном состоянии. Долги компании составляют более 80 миллионов перед Печорнефтегазпромом. Судебные приставы наложили запрет на часть имущества. Готовятся документы для выставления организации на продажу. Департамент ЖКХ ведёт работу в части возможности выкупа организации, чтобы оно не ушло в частные руки. Для этого Ненецкому округу потребуется порядка 170 миллионов рублей. В настоящее время ведётся активная работа и по внедрению государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства. Все управляющие организации, ресурсоснабжающие компании и органы власти вносят необходимую информацию в государственный сервис. Это необходимо сделать до 1 июня. У нас есть четырёхстороннее соглашение с Минкомсвязи, Минстроем, с Почтой России как оператор этой системы. И, соответственно, по этой системе предполагается, что там будут квитанции по плате выставляться в данную систему. Каждый гражданин может будет заходить через личный кабинет в данную систему, смотреть, сколько ему начислили, за что он платит, по каким тарифам. Предполагается, новый сервис облегчит потребителю внесение платежей. В одной квитанции будут счета за газ, электроэнергию, жилищно-коммунальные услуги, возможно, и платежи управляющей компании за содержание и благоустройство. Вся информация будет аккумулироваться в едином расчётном центре, открытом на базе Ненецкой коммунальной компании. По задумке авторов проекта, Министерство строительства и ЖКХ России в полную силу централизованная система начнёт работать с 1 июля 2016 года.